Микс Ньюс Гость у нас депутат Сейма от Согласия Вячеслав Домбровский. Доброе утро. Доброе утро. Да, вот может быть начнем с такого первого вопроса. Я думаю многие наши радиослушатели обратили внимание, что последние дни особенно вот сыпят деньгами, но сыпят деньгами не в таком прямом смысле слова, а словами. Да, вот звучат, что мы консолидируем для выхода из кризиса, говорит, правительство 4,5 миллиарда, ну там уже 2 миллиарда уже почти потратили, ну еще там вот 2,5 консолидируем. Тут же вчера, ну ваш однофамилец, господин Домбровский из Брюсселя, начал рассказывать, что вот фантастические деньги выделяет Европейский Союз и в качестве грантов, часть в качестве кредитов, Латвии возможно останется 2,9 миллиардов, правда ни слова не сказано, как эти деньги будут тратить, прольется ли, на кого прольется золотой дождь. Вот поясните, что собственно происходит, потому что когда люди слышат, им должно казаться, опа, нужно открывать кошелек, карман, сейчас государство нам начнет помогать. Но когда доходит до дела, а вот мы помним эти пособия, я уже не знаю, анекдот может быть не то слово, но какое-то похоже на издевательство, 4 евро, 50 евро, ну потом сказало государство щедро упой, 180 евро. Где же эти миллионы, где эти тысячи, где это все? Происходит такой интересный переход из одного крайнего состояния в другое. То есть, как бы человек долгое время стоял под холодным душем, и тут раз вместо холодной воды полилась очень горячая вода. То есть, ну происходит много неадекватных реакций на это. То есть, что я хочу сказать, то у нас было 10 лет полной, так сказать, фискальной консолидации, дисциплины и так далее. То есть, без разрешения Европейской комиссии, там какие-то дебаты о том, бюджет-дефицит, его можно на долю процентика там сдвинуть там влево-вправо, что вы там, не дай бог. Медики ни в коем случае денег нет. Да, и тут вдруг сваливается такой вот коронавирус, и с этим открываются абсолютно все фискальные шлюзы. Что фискальной дисциплины больше нет, нам нужно подогревать экономику и так далее. И здесь вот начинаются эти все чудеса. То есть, чтобы в этом переходе из одной крайности в другую, все-таки очень важно сохранять какой-то здравый смысл, то есть, с голову на плечах, я в первую очередь напомню, что, по крайней мере, те деньги, вот эти вот первые примерно 3-4 миллиарда, которые, они были заняты. Заняты. Взяты в долг. То есть, государственная касса выпустила облигации с обещанием, вот скажем, миллиард, дайте нам миллиард, мы вам через год-два-три его, ну ладно, с каким-то очень маленьким процентом, но вернем. То есть, такой показатель, то есть, если у нас уровень государственного долга, что мы все должны платить, возвращать, он был до кризиса в районе 10 миллиардов, то вот считайте, вот все эти там 2-3-4 миллиарда, они идут к этому плюсом. То есть, если у нас процентуально от внутреннего илового продукта до коронавируса, госдолг был примерно в районе 35% от этого внутреннего илового продукта ВВП, то, ну, по прогнозам, после кризиса станет ближе к 55% от ВВП. Это уже вообще опасно. То есть, это все нужно будет возвращать. Поэтому, если золотой дождь будет просто золотым дождем, где вот эти деньги будут, грубо говоря, скинуты с вертолета на тех, ну ладно, они не будут с вертолета, если с вертолета, это значит, что они могут достануться также и вам. То есть, нет, они будут скинуты в ночное время суток в четко оговоренных, так сказать, локациях, о которых все знать не будут. Ну ладно, это, естественно, такая параллель. Естественно, на самом деле будет по-другому. Поэтому, но от того, где они будут, то есть, они будут инвестированы или просто скинуты золотым дождем, будет зависеть то, ну, скажем, возможность, способность их отдавать через несколько лет, через пять лет, через десять лет, но время отдавать, оно придет обязательно, да? Есть еще один вопрос, который вот в связи с тем, что сегодня как раз правительство, насколько я понимаю, будет решать, вот принимать закон, скажем, о том, как мы будем жить в кризисе после кризиса, да, то есть, 9 июня заканчивается режим чрезвычайной ситуации, но интересно, что уже правительство сказало, что определенные ограничения останутся, только режима чрезвычайной ситуации не будет. И создается такое ощущение, что это сделано в том числе для того, что раз нет чрезвычайной ситуации, уже пособие оплатить больше не надо, какие-то другие вот бонусы не нужны, да? Ну, нету больше чрезвычайной ситуации. Ограничения есть, а вот этой фразы чрезвычайной ситуации нет. Ну, действительно, здесь тоже такая курьезная ситуация. Я помню, когда речь только заходила чрезвычайная ситуация, это где-то в марте, даже в начале марта, да? То есть, правительство, на самом деле, вело себя очень-очень нерешительно, да, то есть, тоже там Министерство здравоохранения, ну, никак не хотело идти в чрезвычайную ситуацию. Я помню, тогда еще изначальное предложение Министерства здравоохранения было, если запрещать себе сборничество, только до 500 людей, то есть, 500 людей было, ну, сейчас смешно это, кажется, абсолютно серьезно, то есть, такие, то есть, это было на возмущение оппозиции, то есть, ну, каких 500, ну, вы что, то есть, гораздо больше, так сказать, гораздо более серьезные ограничения вводить. То есть, вот насколько они, не хотя вошли, то есть, в эту чрезвычайную ситуацию, да, настолько же, не хотя, они сейчас оттуда вроде как выходят, потому что очень сильно понравилось. Замечательно, то есть, еще раз, фискальные, то есть, вместо фискальной дисциплины страна, так сказать, фискальной, фискальных возможностей, да, все работают на удаленно, на удаленности, да, работать удаленно, ну, для госсектора, ну, значит, работать удаленно. Во многих случаях, значит, что работать, по сути, дома можно особо и не работать. А зарплатка-то идет, да. По крайней мере, в госсекторе. Да, в госсекторе. В госсекторе, да. Да. И на госзакупки конкурсы организовать, по сути, не надо. Нет. Кстати. Да. Поэтому, с точки зрения правительства, здесь, в этой чрезвычайной ситуации, есть масса плюсов. Но, с другой стороны, мы видим, что, ну, смотря на данные по, скажем, новое число инфицированных, оно каждый день, оно меньше десяти. Здесь, если мы говорим о загрузке медицинской системы, то здесь красная цифра, она, наверное, около сорока человек в день. Вот, скажем, если начнется примерно сорок, в среднем сорок человек в день новые случаи инфицирования, тогда, к концу года, система здравоохранения может действительно не выдержать. То есть, не хватит коек. Но, если это меньше сорока в день, то, ну, коек и аппаратов для искусственного дыхания, вот, точно хватит до конца года, когда появится вакцина. Плюс, рядом Эстония уже закончила чрезвычайный режим, да, причем Эстония с гораздо более большим количеством. Да, вот, я могу сказать, да. То есть, здесь, ну, все более тяжело как-то объяснить обществу, почему, если Эстония с более большим числом инфицированных перекратила чрезвычайное решение, чрезвычайная ситуация, то что же такого, так сказать, сладкого в этой чрезвычайной ситуации для нашего правительства, что его нужно, так сказать, что его нужно как-то продлить, ну, хотя бы на денечек дольше, да. Ну, и уже не говоря о том, что сами вот определенные ограничения, ну, вызывают массу вопросов по поводу того, насколько то или иные ограничения логичны и последовательны. Вот мы знаем, что последняя свобода, которая была дана, может собираться группами 25 человек, да. Но выясняется, когда вот начали разбираться, может, открылись кое-какие кафе и рестораны в надежде на то, что народ пойдет, выясняется, что оказывается вот это правило 25 человек к ресторанам и кафе не относится. То есть, по-прежнему за столиком могут сидеть, если это чужие люди, только два человека, да. И это значит, что фактически многие кафе и рестораны вообще думают, ну, не надо им вообще открываться, смысл какой. Туристов нет, два человека только за столом, о чем говорим? Ну, у нас, к сожалению, в стране очень, скажем, есть разные группы населения, они живут на очень, так сказать, каких-то разных уровнях, возможно, в очень разных Латвиях, но здесь я бы привел пример, у нас с одной стороны есть аэропорт, который вот министр сообщения Линкайц объявляет, что в аэропорт без маски зайти никак нельзя, то есть, в чем объявляет он это, сам стоял в аэропорту без маски, да, естественно. В то же самое время мы видим абсолютно, ну, можно назвать курьезной, но хотя это совсем не смешно ситуацию в общественном транспорте, где изначально тот же премьер говорит, что в общественном транспорте можно будет только в маске. В маске. Ну, потом, наконец, кто-то в бюро премьера, наверное, складывает 2 и 2, понимает, что если они сделают закон, что в общественном транспорте можно только в маске, то откуда же у пенсионеров-то деньги на все эти маски, придется же, оппозиция потребует тогда маски предоставить всем. И так и сделала оппозиция, я помню, да. Да, денег-то на это жалко, для рабоутска не жалко, на маски для пенсионеров очень даже как жалко. И поэтому следует очень странное заявление, что в общественном транспорте можно как-то только закрывая чем-то там, платочками, шарфиками и так далее. Представляете, сейчас будет 21 градус, народ шарфиками будет закрываться. Получается очень, опять же, можем назвать это курьезной ситуацией, но, конечно, опять же, не смешно, да, где вот, значит, для тех людей, которые едут в аэропорт, в аэропорту можно только в маске, причем в хирургической маске. То есть там никакие платочки и шарфики не пойдут. Не пойдут. А если вы из тех людей, которые не в аэропорт обычно ездите, да, регулярно, а в общественном транспорте утром на работу, ну, то тогда для вас и шарфик сойдет, да, никакую маску вам уже, оказывается, не нужно, да. То есть, поэтому вроде как одна страна, вроде как эпидемиологические правила должны быть одни для всех, но для тех, кто ездит в общественном транспорте, они одни, а для тех, кто летает на, ну, куда там сейчас самолеты летают, в аэропорт, они совершенно другие. И причем в этом, я думаю, ну, каждый, кто в этом общественном транспорте едет, ну, опять же, видит еще одну очень странную ситуацию, да, то есть, часть половины сидений заклеены, и вокруг них народ что делает? Толпится. Логично. Ну, раз сесть нельзя, а толпится, да. Я думаю, ни о каких двух метрах там речи не идет, да, то есть, сесть рядом нельзя, а стоять рядом в толпе можно, закрываясь шарфиком и платочком. А сначала сейчас сказали, что штрафовать за тех, кто войдет без маски, не будет, просто общественное порицание. Да, значит, да. Сказали, что будут рейды полиции, все-таки будем наказывать. Ну, то есть, это тоже какая-то непоследовательность. Тогда мне тоже очень интересно, вот, ну, как тогда полиция оштрафует на какие-то, что там сказали, до тысячи евро, что мне кажется, я не помню. По-моему, да, что это было такое. Ну, как за нарушение, да, в чрезвычайной ситуации. Значит, пенсионера, у которого какие там у нас минимальные пенсии, да, там. Да, 200 с чем-то, там, меньше даже, да. Меньше, меньше. То есть, значит, ему теперь полиция что, выпишет штраф за то, что она как-то платочком не так закрылась, тысячи евро. Вот объясните, тоже не экономисты, многие задают недоуменные вопросы, раз уж вы сказали об аэропорте, вот тут близко компания Аэрболтик, где мы слышим, что фантастические цифры, да, вот на пособие потрачено 26 миллионов, а на Аэрболтик 250 миллионов, еще 36, по-моему, если не память, или 32 в уставной капитал. Это что такое вообще? Всего больше 280, если я правильно, если не ошибаюсь, 285 миллионов. Да. Это, ну, это, скажем, такая игра, я бы назвал это игра в рулетку с деньгами налогоплательщиков. У нас есть министр сообщения Талис Линкайтс, ну, вроде человек разумный, ну, по крайней мере, до политики совершенно точно, по-другому его назвать было трудно, да, но попал в такую сложную, интересную сложную ситуацию, где, ну, может быть, не совсем по его вине, но в транзите крах. Полность. Объемы транзита упали наполовину, и причем, ну, конечно, это не его только заслуга, к этому предложили руку многие, не только министры сообщения, но и многие, так сказать, и министры иностранных дел, и другие, много кто предложил, но все равно. Старались изо всех сил. При нем ускорилось, и именно члены его партии, они еще добавили, вызвав, так сказать, огонь американских санкций на Венспирский порт, в чем министр, его коллега Бондар, министр, извините, Борден с гордостью заявил, знаете, как это в фильмах, вызываем огонь на себя. И вызвали. Да, да, и вызвали, то есть на Венспирский порт, в том числе. Ну, да, молодцы, то есть для уничтожения, так сказать, внутреннего противника никого не жалко. И поэтому ситуация, получается, в транзите крах, то есть показать там, ну, совершенно нечего, нужно где-то делать историю успеха. То есть, ну, Таллиц Линкайц, он исторически до этого работал в Совете аэропорта, ему область авиации, так сказать, близка, любима, да. То есть, я не знаю, если бы он работал в Совете, наверное, в Латвии сделался лишь, ну, железной дороги, ну, наверное, возможно, мы сейчас бы увидели, что эти 280 миллионов куда-то в другую сторону ушли, но кто с чем знаком, тот, так сказать, там и работает. И поэтому вот эта вот ситуация, где, ну, если мы так реалистично посмотрим на происходящее, то да, с одной стороны, Эрболтик очень амбициозная компания, лично мне ее руководитель Флик очень нравится, то есть… Бывший руководитель. Я извиняюсь, Гаусс. Гаусс, я извиняюсь, я уже… Да. Флик, кстати, тоже был неплохой в свое время. Профлик не могу сказать. Но Гаусс, то есть, мне лично, как профессионально, очень нравится, замечательный руководитель, да, то есть, действительно, с компанией сделал чудеса, да, но вопрос, чудеса, они продолжатся или нет, потому что игра очень рискованная. То есть, все авиакомпании по всему миру, то есть, с авиоперевозками, что будет потом, насколько будет вот экономика страха, насколько люди будут бояться куда-то летать и так далее, неизвестно, да. То есть, все страны дают поддержки своим авиакомпаниям, да, то есть, ну, вот тут Латвия, она старается, значит, конкурировать с Германией, Францией, там и так далее, в том, кто даст больше деньги своим авиакомпаниям, да. Ну, я думаю, для многих это может показаться странным. Но еще раз говорю, проект рискованный, как рулетка. То есть, если получится, хорошо, министр Линкайц молодец, то есть, компания будет зарабатывать, возвращать собственнику, государству эти деньги. Но если, скажем, поставили не на то, на рулетке, ну, тогда, значит, все эти деньги, они пропадут. А есть какой-то предел? То есть, например, через год нам могут сказать, что, ну, вот компания вроде как живет, надо ей дать еще, чтобы она жила дальше. И так до бесконечности. В финансах есть такой термин, он, на самом деле, даже и в жизни очень, я думаю, людям знаком, он называется держаться за лузеров, за неудачников. Это когда такой феномен очень замечен психологически, когда люди покупают какие-то акции, ну, естественно, если не их покупают в надежде, что они пойдут вверх, но они идут вниз, да, то есть, падают в цене. И они не сдаются, да? И рационально как бы освободиться, скинуть, продать, но исследования за исследованием показывают, что не освобождаются, вот держатся. А вдруг? Держаться, то есть, это очень хорошо документированный, так сказать, психологический, психологический... Феномен какой? Да, феномен, назовем это так, да, держаться за лузеров, да. Ну, и в компаниях тоже так, государственных. Очень часто мы видим, я думаю, что не пойдет, ну, давайте вольем еще денег, налогоплательщик государственных, а вдруг пойдет, да. Я думаю, это будет, надо больше мой такой прогноз. В Аерболоте и так уже было немало в Ливане за последние 10 лет. Я думаю, это еще не предел. Ну, интересно, что после этого было сообщено, что часть пилота все-таки сокращается, тогда возникает вопрос... Это тоже абсолютно... Это удикально. Да, это абсолютно замечательно. Я думаю, такое могло произойти действительно только в Латвии. Если мы смотрим на то, как действуют другие правительства в других странах, да, то есть, мы говорим, вот, германское, то есть, вот, в Германии правительство, жесткие, тут уже сколько недель ведутся очень жесткие переговоры с Люфтханзой. Руководство Люфтханзе так по докладам, ну, вешается, можно сказать, от этих переговоров, да, потому что немецкое правительство требует, ну, естественно, и сохранение рабочих мест, и чтобы они самолеты новые покупали Airbus. Раз уж деньги дали, да. Ну, потому что они в Гамбурге производятся, Airbus, да, то есть, поэтому... Секундочку, да. Вот. То есть, и так далее. А латвийское правительство за одно заседание, то есть, вот вам все обсуждения, так сказать, одно заседание, за одно заседание принимает решение дать 250 миллионов, и при этом компания еще и увольняет... Сотрудников, да. ...сотрудников, да, почти, там, около тысячи, если не ошибаюсь. Притом, я так понимаю, что если доля государства в этой компании достигла 91%, то, значит, без решения правления и совета, в принципе, нельзя было такое сделать, оказывается, можно. Ну, я имею в виду увольнять людей. Нет, есть такое, если массовое увольнение, такое возможно. Такое возможно, да. По поводу того, что куда пойдет, уже много мы и в этой студии говорили, в общем, таких экспертных мнений было по поводу того, что сейчас как раз время, и вы упомянули, да, что закупки можно делать без конкурса, и в общем, это время, когда можно тратить, потому что надо быстро, сегодня приняли решение, завтра сделали, уже нет конкурсов, что, куда, что потом с отчетностью будет, она будет, понятное дело, что мы будем как-то анализировать, но... Ну, что сочетать, вот это здесь тоже абсолютно замечательный пример, закупки масок, да, то есть, здесь также я в свое время привлек внимание к тому, что, ну, если мы посмотрим, где-то 2-3 месяца назад был абсолютный бум, я думаю, только мало кому, наверное, не присылали какие-то предложения о маске купить, может, и так далее, поэтому, я думаю, почти любой мог сравнить эти предложения с тем, за сколько купило государство и сделать вывод, что, ну, государство купило, ну, не в 2 раза дороже, но процентов на 50 дороже, ну, абсолютно, абсолютно точно, да. Начали некоторые журналисты из Делфи в главе с Янисом Домберсом расследование, да, этих покупок, и что только потом не произошло. То есть, те же люди, политические силы, которые строили свои, так сказать, политические предложения на том, что надо быть, так сказать, честными, честные закупки, открытость там и т.д. и т.п., да, то есть, вдруг говорят, что вы, как вообще имеете совесть задавать вопросы о том, сколько, за какие деньги и как мы делаем эти закупки. У нас же, простите, время войны, так сказать, во время войны патрона не считают. Ну, извините, очень даже считают во время войны патрон. Я думаю, деньги налогоплательщиков тоже считают в такое время. Я думаю, что другое дело, что пока чрезвычайная ситуация, думаю, не стоит, как говорится, менять коней на переправе и начинать какие-то массовые разборки. Но когда чрезвычайная ситуация заканчивается, я думаю, что я считаю, что очень серьезному расследованию, кто и как, кто и как патроны тратил, занимаясь во время войны и кто чего достиг, я думаю, оно необходимо. Да, вот что касается Сейма, тоже такая интересная ситуация. Мы видим такую вот сейчас тактику работы правящей коалиции. Сначала правительство два раза в неделю заседает, принимает решения, связанные с кризисной ситуацией по вторникам и четвергам. Потом это все отправляется в парламент. Ну и дальше идут длительные дискуссии, иногда чуть ли не до полуночи. При этом понятно, что машина для голосования включена, и все равно все будет так, как правительство решило. И получается, что не парламент как законодатель что-то предлагает правительству и дальше правительство решает, а как правительство спускает в парламент, как будто оно и есть главное вообще в этой стране законодатель, а парламент там что-то как эксперты обсуждают. Может быть, я не прав, но вот создается такое ощущение и у простого населения тоже. Кто-то тут, кто-то же должен инициативу как раз наоборот, парламент должен что-то предлагать правительству для обсуждения. Здесь уже, в принципе, давно пора называть вещи своими именами. То есть, вроде как есть конституция, сатверстная, которая предписывает то, как должно работать разделение властей, что правительство должно быть тем, кто предлагает парламент, тот, скажем, кто обсуждает, решает, то есть, те, у кого избрали народ, решает, это хорошее предложение или нет, или мы его как-то модифицируем, или как, да, то есть, где это как парламент, ну, такой суд, то есть, определенный, да, то есть, тому, что предлагает правительство. Но на деле не происходит ни одного, ни другого. То есть, то, как система реально работает, это то, что есть очень узкий круг, это так называемый совет коалиции, да, то есть, это отдельные политики из тех партий, которые составляют коалицию, то есть, два-три человека из каждой партии, которые принимают реальные решения. То есть, они встречаются по понедельникам, там принимаются реальные решения, которые и для того, как будет работать правительство, и для того, как будет работать Сейм. Иногда даже нам не сообщают, кто там заседал вообще, да? Большинство в Сейме, да. И эти решения обязательны, как для правительства, так и для Сейма. То есть, реальные решения принимаются в понедельник в узком кругу, и во вторник правительство просто исполняет эти решения, и не важно, кто премьер или как, оно просто исполняет решение Коалиционного Совета, и большинство коалиций в Сейме, также исполняет решение Коалиционного Совета. И все. Поэтому здесь говорится о том, что есть парламентских дебатов, в стране нет. То есть, об этом надо сказать абсолютно точно, нет никаких парламентских дебатов. Фактически нет никакого разделения власти. То есть, есть монополия власти вот этим вот Коалиционным Советом узким кругом. И все. То есть, депутаты Коалиции в Сейме представляют собой просто, ну, да, то есть, людей, которые нажимают на кнопки в строго определенной последовательности. Все. То есть, как показывает. И поэтому для них, вот скажем сейчас, электронный Сейм, им это очень нравится. Замечательно. Потому что так иначе нужно там сидеть, обязаны слушать депутаты оппозиции, там что-то предлагают, что-то говорят. Зачем это все? Причем то, что они говорят, ну, это как-то, это ведь имеет смысл-то. Ну, не всегда, но в основном, да. То есть, и может быть совесть какая-то начинает просыпаться, да. То есть, неприятно. Вопросы, руководство, а почему этот совет в понедельник так решил, а не так мы не понимаем, а почему. То есть, ну, в общем, много ненужного, да. А так можно за этим электронным Сеймом раз, звук выключил. И там и сиди, смотри сериал. Вот уже показали кто-то, один из депутатов коалиции, очень, так сказать, непредусмотрительно выложил свою фотографию. Ну, там из них многие хвастаются, смотрите, так сказать. Смотрите, смотрите, все, я умею работать в электронном Сейме, я умею голосовать по интернету. Да. То есть, там куча восторга такого. И один выложил фотографию своего экрана, как он вот так вот, смотрите, все, я умею голосовать, но забыл выключить там одну из папок, вкладку торрента, да. Знаете, торрент такой, люди используют для скачивания всяких пиратских фильмов, да. Ну, вот такие у нас депутаты, так сказать, коллеги. Вот неосмотрительно, неосмотрительно. Да, неосмотрительно, поэтому это просто электронные голосования, просто подарок, да. То есть, можно все, отключиться, ничего не слышать, никого не слышать. Вот еще бы, если им, наверное, скоро еще сделать программу, чтобы она еще и голосовала за них автоматически, да. А, кстати, запрограммируешь по пункту. Да, запрограммируешься, или сразу в понедельник совет коалиции, им каждому программируют, как голосовать, и все. Программа запускается, и депутат может идти смотреть торренты, сериалы, чем он там занимается обычно, да, на время Сейма. То есть, поэтому коалиции очень нравится это вот новое изобретение электронного Сейма. Есть какие-то предпосылки, что после 9-го числа, после отмены чрезвычайной ситуации, вы вновь встретитесь очно, все вместе, все там 100 человек для того, чтобы продолжить. Знаете, это очень хороший вопрос. Как я и сказал, что у коалиции электронное голосование очень нравится. И я думаю, что им есть соблазн ничего не менять. Хотя, я так понимаю, что с точки зрения соблюдения и тут всех законов и Конституции тоже есть вопросы, не только у Гобзамса, да. Ну, видите, здесь даже, ну ладно, мы говорим Конституция, Конституция. Ну, давайте так по сути, да, почему, ну, что такое хорошо, что такое плохо, да. Это вот есть, скажем, во всех этих новых технологиях, ну, есть такие две крайности, да. То есть, два вида идиотов, назовем это так, да. Есть одни идиоты, которые вот с восторгом таким почти щенячим каждому, вот, как я и сказал, о, смотрите все, я умею, так сказать, я могу, мы голосуем по интернету. Вау, мы первая страна в мире, как здорово, да. То есть, мы вот самые прогрессивные. Ну, есть другая крайность, там, ой, там, шайтан-машина, там, да, там, ну, такая боязнь всего нового, да. Но если мы все-таки включим голову, ну, давайте подумаем, для чего, то есть, какие последствия, скажем, тех или иных технологических решений. Технологии, они не являются однозначно хорошими, плохими, они как такой палка с двумя концами, да. И здесь, видите ли, одна из последствий технологии, она может соединять людей. То есть, мы можем из огромных дистанций вместе, мы говорим, и так хоть мы находимся на тысячи километров друг от друга, но она может разъединять. Понимаете, на шарике земном места, конечно, много, но только настолько много. А на дигитальном пространстве места гораздо больше, гораздо больше. И там расселиться можно подальше друг от друга гораздо сильнее. Если даже в физическом мире, ну, скажем, в Латвии этого мало, но в других странах, так сказать, более развитых. Вот это вот, когда люди богатые уезжают, закрываются в отдельные, так сказать, поселения, выстраивают большие стены вокруг себя и так далее, да. То есть, это, ну, это почти норма, это много. И люди вот живут в таком вот одном пузыре, где все голосуют за одну и ту же партию, все, так сказать, на одной волне. И даже и знать не хотят, что там происходит за высокими стенами, как люди живут, какие там они пирожные. Почти кастовая система. Какие они пирожные там едят, да, там на обед и так далее, да. И вот дигитальный мир, вот этот вот, он представляет неограниченные такие возможности. То есть, он может выродиться от всего, да? Да, в Латвии. Вот, например, в соцсети Твиттер живут одни люди, с одними, да, совершенно. А в Фейсбук другие. Другие. Это еще третьи. И те, кто живут, например, в Твиттер-пространстве, да, им кажется, что вот весь этот мир, начиная отказаться, что весь этот мир, он и есть, как в Твиттере, да. Как многим кандидатам, когда им поставили лайки, им кажется, что это есть избиратели. Им кажется, что они любимы в обществе, и то, что они делают, это абсолютно правильно, и так далее, и все. И они даже со временем перестают подозревать, что есть какой-то другой мир, люди по-другому. Вот, понимаете, для общества разъединение такое, это плохо, потому что люди, особенно представители людей, они начинают терять связь с реальностью, да. Они начинают жить в пузыре какого-то своего избирателя, потом принимать решение, не понимая, какой эффект оно оказывает, какие последствия для других социальных групп, для людей, да. И поэтому так очень легко дойти вот до той Марии Антуанетты с ее пирожными. Я думаю, здесь путь гораздо короче, гораздо быстрее для такого. У нас буквально две минутки остается, хотелось бы поговорить еще и про комиссию по долгосрочному развитию, вашу профильную, и план национального, национальный план развития, который, говорят, что надо его пересматривать в связи с тем, что сейчас происходит. При этом господин Вилокс говорит, что уже вкладываются деньги в какие-то проекты, уже запущено что-то. Что вы на этот счет думаете, как может ситуация с национальным планом развития развиваться? Ну, две минуты на план национального развития, это хорошо. В этой ситуации больше и не надо. Ну, вы знаете, в пять минут я бы уложился, а в две несколько часов. А вот оппозиция, нет, правящие говорят, что три минуты вам хватает. Второй раз, сколько там они, помните, ограничили дебаты, второй раз, одна минута, чтобы только выйти, поздороваться, пожелать всем привет и уйти. Да, есть такое. Знаете, план национального развития, он на самом деле состоит, у него есть две части. Есть айсберг, у него есть видимая часть, и есть, на самом деле, огромная часть, которая невидимая. То, что идет через Сейм, это видимая часть. Но эта видимая часть, она, по сути, состоит из декларации красивых слов. Такое, что в этих красивых словах каждый, где бы вы ни были, в культуре, в экономике, в ИТЭ, еще где-то, может себя найти. Найти красивые слова про себя и вроде как успокоиться, что вы, так сказать, меня, так сказать, не забыли, а я тоже в этом плане национального развития. Есть невидимая часть. Эта невидимая часть, это конкретные проекты на уровне министерств. И где тратятся реальные деньги на какие-то реальные вещи. Я вам просто могу привести такой пример, как, например, красивые слова. Образование, семейные среды для детей. Ну, там есть еще красивые слова, но вы поняли. Реальные деньги. 3,5 миллионов евро для сотрудников сиротских судов для повышения квалификации. И все будет в порядке. Вот. Сразу будет счастливость. Вот вам видимая часть айсберга, и вот вам реальная невидимая. И так далее. И в этом есть, ну, не надо думать, что в этом все так. Я выбрал такой пример поинтереснее. Но вот в этом все зависит. Есть, скажем, что придумает конкретное министерство. Такая демократия чиновников. Вот есть что, план национального развития. То есть, то, какие проекты они придумают, вот такие, по сути, идут под эгидой этих вот красивых деклараций. У кого-то эти проекты хорошие, на самом деле, толковые. А у кого-то, ну, давайте потратим деньги на повышение квалификации в других странах, естественно, да. Желательно в теплых. Конечно. Ну, чтобы было, вот. На сегодня нам пора заканчивать. К сожалению, вот так вот время съело. Чрезвычайная ситуация. Чрезвычайная ситуация. Чрезвычайная ситуация, да. Так что будем называть в ближайшее время еще депутатами, глава комиссии по долгосрочному развитию. Вячеслав Домбровский был у нас в студии. Спасибо. Не переключайтесь в новости реклама. И будем обсуждать с вами в интерактиве то, что сегодня будет обсуждать правительство, как мы будем жить и выходить из кризиса после отмены чрезвычайной ситуации. Продолжение следует.